всем большой привет я нашла в интернете вот такой вот интересный дизайн мне очень понравился его необычности объемные дизайны называются они sweet bloom вот и конечно же захотелось узнать также они выполняются в общем я разобралась вот теперь покажу вам как это делать поэтапно наношу любой цвет в два слоя просушили и рисую черный гель краской рисую наш контур и чтобы не утруждаться и не обводить все тоненькими линиями мы сразу рисуем такие вот подложки для нашего дизайна поэтому мы делаем все это достаточно толстенько крупненько главное чтобы было ровно симметрично выполнять можно любой узор чтобы были такие детали достаточно пухленькие потому что тонкие не очень удобно и не очень красиво смотрится вот так что будем делать такую технику я пока вот рисую такой вот лепесточки у кутикулы капели видны и главное чтобы краешки у нас были ровненькие а уже побыстрее все это сделаем еще смотреть долго как я это все делаю вырисовываю главное понять суть и отрабатывать уже будете сами сделают посередине еще такую вот это можно в интернете найти массу разных вариантов я вот сделаю вот такой вот уже заранее сделал еще другой и вот как бы такие дизайн они достаточно яркие очень поэтому в принципе на лето это здорово все хорошо но есть и те клиенты или люди просто которым ну либо по работе нельзя что-то яркое такое либо просто мне очень нравятся такие пестрые дизайны я еще покажу поэтому такой более нежный пастельный дизайн и он мне очень понравился я может жду когда мне появится время сделать себе переделать себе маникюрчик и сделать такой дизайн значит подложку нашу черную мы просушили и теперь на нее я выкладываю тоненький слой гель-лака цветов разных выкладывая рядышком и оставляя маленькую тоненькую линию то есть мы заполняем весь черный промежуток но оставляем такие вот полосочки грани как будто бы мы их отдельно прорисовывали в принципе делать это несложно но делать нужно достаточно плотными гель-лаками у меня эти гель-лаки конья какие-то хоро яма не буду прям по номерам называть каждый цвет их много если прям очень понравился какой-то цвет я конечно же напишу его вам в комментариях если вы будете спрашивать но я считаю что можно подобрать любой цвет какой вам хочется какой вам нравится либо подобный какой-то либо совсем другие цвета взять которые вам больше будут нравиться вот ну в общем заполняем все это если у вас течет гель-лак можно просушить промежутки ничего страшного и дальше продолжить заполнять каждая ячейка у меня разного цвета где-то его повторяю где-то мне прям вообще разные цвета главное оставлять вот эти вот тоненькие полосочки мне кажется так легче рисовать чем потом вот нарисовать сначала цветные эти пятнышки а потом черным обводить все тоненько а теперь вот смотрите я в вас свои эти цвета которыми рисовала добавляю чуть-чуть акриловой пудры и кисточкой начинаю смешивать все эти делаю такую кашицу не переборщите но и не сделайте слишком жидко потому что все потечет вот она кажется что на такое густое на самом деле она сейчас вот так вот разравнивается и дать еще берите кисточку которую не жалко иначе акрил очень сильно забивается между ворсинок и потом ее будет очень сложно реанимировать в общем наготавливаю такие вот кашицы пока мой цвет просушивается ну вот собственно беру на кисть нашу кажется она достаточно густая эта консистенция и выкладываю объем тех размеров которых мне хочется то есть можно где-то посередине сделать поменьше по бокам побольше ну то есть наши элементы которые расположены более по бокам я бы сделал лучше на обратно серьезку побольше по объемней пока чуть чуть менее объемными даже где-то можно вообще практически не делать объем иначе все знают если сделать объем сбоку ногти то это будет визуально расширять делать его более широким зачем это нам надо поэтому стараемся все сделать как можно визуально чтобы было красивее ноготочки чтобы смотрелись тоненькими красивенькими и аккуратненькими если консистенцию вы намешали достаточно хорошую то у вас эта капля будет держаться никуда не растекаться за счет акрила вот такой вот объемчик уже получается ну и соответственно все делаем на всех элементах точно так же если у вас все течет то можно делать небольшие прям капли ставить просушивать в лампе и делать слой еще раз но это занимает много времени достаточно на просушку чтобы это хорошо носилось то есть нам надо это хорошо просушить вот но я стараюсь делать это вот так вот побыстрее и в одну большую каплю могу вот на этом этапе в принципе отправить посушиться и продолжить снова проводим можно чтобы не текло еще не доводить полностью до краев оставить оставлять буквально там доли миллиметров до края нашего цвета тогда у нас не потечет ничего она останется на месте если все таки затекло наше черное и исчезла наша черная линия можно будет либо аккуратно пушером убрать это и сдвинуть немножко либо кисточка потом черным цветом дорисовать нашу полосочку которая исчезла ну в общем вот я уже нанесла просушила дальше буду memory топ использовать он достаточно редкий поэтому в тоненький слой его прокрашиваю он сползет немножечко с нашего дизайна объемного оно как бы он останется но не будет таких вот сильных перепадов чтобы оно не слизалось ну в общем просушили и все готово теперь приступим к моему пастельному дизайну нанесла такой бежевый цвет и рисую таким светло-коричневым рисую но на первый взгляд бог знает что картинка у меня перед глазами есть но объяснить это ну как бы сложно поэтому предлагаю досмотреть до конца что это будет вместо черного я беру вот коричневый из этого будет дизайн смотреться намного мягче поэтому он будет такой мне более пастельный более нежный дизайн в общем рисую какие-то коржочки какие-то ушки главное видеть наверное с головы либо что-то брать и видеть у себя в голове что вы видите либо с картинки что-то рисовать то есть понятно что мы рисуем вот как бы если хочется сделать все это более аккуратно то все-таки делайте чуть-чуть с размахом потому что я вот тоже вот рисую вроде бы маленькие хочется какие-то козюльки а рисую вот такие вот штуки и кажется они такие большие думаю куда же это столько но когда делаю уже дойдет до заполнения цвета то будет понятно что даже можно было бы еще и побольше ну в общем в силу ноготочка рассматривайте как это лучше сделать но имейте ввиду что чуть-чуть оно скрадется съесться немножечко этот вся массовка объем потому что когда он будет заполняться будет все хорошо вот свою подложечку просушила намешала бежевый и более светло-коричневый цвет ну и теперь стараюсь прорисовать пока рисую просто гель лаком намечаю те места где у меня будет располагаться всякие всякие кружочки также оставляю небольшие вот линии тоненькие коричневого цвета чтобы они были как бы в окантовке заметили что я подложку в середине не выводила прям идеально где-то у меня есть там и просветы уже говорила что главное чтобы краешки были ровными а уже как в середине там ну не смертельно если где-то что-то там просветы какие-то вот таким вот грязно-бежевым своим намешанным я рисую делаю наметочки вот такие вот здоровски выравниваю их чтобы они были равномерными так же можно на этом этапе в принципе подсушить чтобы потом цвета не смешались вдруг и другим цветом теперь ставлю в промежуточках я их оставляю между ними и между этими кружочками тоненькие полосочки коричневого это важно чтобы их оставить потому что иначе все будет однородным не будет такого интереса чередую цвета где-то у меня посветлее бежевый где-то потемнее чтобы была игра цветов вот а в серединке так же не забываю нигде оставлять тоненькую коричневую полосочку чтобы было везде контур разграничения вот такой вот кружочек у меня в нем будут заполнены стразинки поэтому в принципе сильно тоже не вывожу вот я чуть-чуть запачкала и добавила коричневого в нашу щелку теперь точно так же как я показывала уже в начале добавила в эти же цвета добавила акриловой пудры подсыпала ее намешала кашицу и вот этой кашицы наношу объем вот в больших кружочках я сделаю побольше объем а в маленьких чуть-чуть поменьше чтобы была даже такая игра немножко объемов игра высот думаю будет здорово можно немного поконтрастнее даже сделать вот свой светло-бежевый надо было его сделать прям вообще белесым поэтому можете взять себе на заметку в принципе выбирать любые цвета вот ну главное чтобы они были вот контрастные потому что вот не хватает немножечко контрастности ну уже взяла такие уже что поделать будет у меня мягкий очень дизайн добавляем объемы сколько нужно сколько хочется поэтому нет никаких ограничений в пределах разумного конечно теперь вот в этот кружочек я наношу топ кисточкой провела топом и ставлю маленькие-маленькие стразники туда немножечко украшу дизайн и прям вообще очень здорово получается выставляю в один рядочек по кругу все они у меня поместились ровненько разравниваю вот такая вот красота вот так вот я отправляю в лампу и перекрываю тонким слоем финиша в принципе на этом все либо стираю финиш либо главное чтобы слой финиша был тоненький чтобы он не скрадывал всю весь наш объем ну в общем вот такие вот дизайны у меня получились ставьте пальчик вверх если он вам понравился конечно дизайн на любителя но думаю любители такие найдутся оставайтесь у меня на канале мне очень приятно когда вы мне смотрите пишите комментарии поэтому пишите что вы об этом думаете и носили бы ли вы такой дизайн всем до встречи пока пока